Здание бывшего бизнес-колледжа запущено и замусорено до состояния свалки. О такой ситуации нам рассказали жители соседних домов. Одна из неравнодушных родительниц Ольга Питайкина. Ее двое детей учатся в средней школе номер 8, расположенной вблизи заброшенного здания. Она не раз обращалась в городской Акимат, поднимая проблему открытых люков на этой территории. По словам женщины, дорога в школу небезопасна. Мне очень бы хотелось, чтобы администрация нашего города подняла вопрос о данном заброшенном садике. Это колледж был, я так понимаю, что здесь только не было. Уже не первый год это здание пустует, здесь собираются, скажем так, не очень благоприятные люди. Зная нынче любовь детей, посещать такие здания, они их называют заброшки, насмотрятся электронных своих игр и им интересно посещать эти заброшки. Ольга считает, что детский сад необходимо восстанавливать, ведь в этом районе нет ни одного государственного дошкольного учреждения. Чтобы это здание не просто пустовало, оно приносило пользу. Этот вопрос, мне кажется, нужно прям поставить ребром, чтобы уже решалась проблема. Свои вопросы мы адресовали городоначальнику Кайрату Ахметову, напомнив о судьбе пустующего здания в центре Кустаная. Сегодня, конечно, там состояние желает лучшего, но данное здание, бывшее колледжи, который подходит по типовому проекту, как детсад, она через аукцион, согласно сохранению своего профиля, то есть доверить управление, если память не изменяет, в начале года, отдана частному лицу. То есть он должен в течение двух лет вложить свои деньги и перевести полное соответствие, как дошкольное учреждение. По словам Акима, чтобы восстановить здание у собственника, пока еще есть время. Владелец пообещал это сделать до конца лета 2020 года. Если этого не произойдет, то здание у него заберут.